Ну и короче, я от неё тупо отморозился. Блин, Макс, ну ты конечно приколист. Слышь, а помнишь ты мне про фильмец один рассказывал, такой прикольный? А, про будущее, да? Да-да-да, как он называется? Сейчас, Юрец, это... Блин, не помню. Не помню, Юрец. Короче, ладно, слушай другую историю, тут жесть. Ну давай. Тебе когда-нибудь делали мазок? Там. Мэд Макс. Что? Ну говорю, фильм называется Безумный Макс, да? Да нет, я говорю, мазок тебе делали там, нет? А, нет, нет, нет. В общем, слушай, я в больнице, ломаюсь под кабинетом проктолога минут 20, как школьник перед тем, как войти. Захожу в кабинет, а врач мне сходу и говорит. Голодные игры. Какие голодные игры? Ну киноха называется Голодные игры. Да нет, я же тебе говорю, я не помню, забудь ты про этот фильм, в общем. А, ну да, окей. Он мне и говорит. У вас уже был опыт? Я ему. Это вы так интеллигентно узнаете, не гей ли я? Понял, ну, типа пошутил. А он мне. Нет. Если бы вы были геем, мы бы уже с вами где-то пересеклись. Я сначала не понял. А потом вообще выпал. Прикинь. Практолог. Гей. Черная дыра? Не, ну ты жесткий, конечно. Он наш, славянин. Не, не, фильм. Черная дыра? Да нет, я тебе говорю, я попал на прием к проктологу, который оказался геем. Забудь ты про этот фильм, говорю тебе. Да ладно, ладно, извини, продолжай, в общем, да. В общем, он говорит мне, раздевайтесь по пояс, разворачивайтесь и нагибайтесь. Я застыл, не знаю, что делать. Ну, прикинь, он, гей, просит меня развернуться к нему жопой. Я не гомофоб, я нормально к ним отношусь. Но, с другой стороны, я же не знаю, как у них там все устроено. Вдруг у него инстинкты проснутся, и он меня того. Интерстелла. Ну, да, типа того. Юра, блин, какой Интерстелла? Я тебе тут душу изливаю, наизнанку, можно сказать, выворачиваю, а ты мне Интерстелла. Все, Макс, ладно, извини, извини, прости. Давай, давай, давай. В общем, я стою, не знаю, что делать. Ну, ты прикинь, он, гей, просит меня оголить перед ним жопу. Ну, слушай, с другой стороны, он, доктор, давал клятву Гиппократа. Хотя, с другой стороны, я не знаю, что в этой клятве. Может, там про геев ничего не сказано. В общем, я не знаю, что делать. А он поворачивается ко мне с вот такой вот проволокой и кремом. А что там еще было? Ничего, только проволока и крем. Нет, ты говорил про будущее, и я спрошу, и что там еще было? Юр, я понял. Я больше ничего тебе не буду рассказывать. Вспомню название, позвоню и скажу. Все, давай, счастливо. Макс, подожди, Макс, стой, Макс, стой. Да ладно, извини, ну че ты, ну блин. Просто, блин, ты бы так классно про него рассказывал, я тоже хотел бы его глянуть. Слушай, давай так, последняя попытка. Офицер и шпион. Да, да, блять, офицер и шпион, фильм про будущее. Доволен? Да нет, я тебя просто проверял. Просто в фильме офицер и шпион, там про офицера, ну и про шпиона. Юр, я уже жалею, что рассказал тебе про этот фильм. Ладно, че там про твоего гея рассказывает? Ну, во-первых, он не мой. Он проктолог в поликлинике. В общем, поворачивается он ко мне с проволокой и шпионом. Блин, с кремом. Видишь, все из-за тебя. В общем, поворачивается и говорит. А почему это вы до сих пор штаны не сняли? А я ему, это вы сейчас как врач спрашиваете? А он так улыбнулся ехидненько и говорит. Для мазка крем не нужен. И достает крем. У нас пауза. Потом как давай ржать. Короче, вот такой вот мужик оказался. С юмором. Мы контактами обменялись. В общем, если тебе нужно будет сделать мазок, скажешь мне. Я дам тебе номерок. Кого, гея? Да нет, он нормальный мужик. Тебе он тоже понравится. Я не думаю, что мне гей понравится. Да я образно сказал. Ладно, не хочешь, не буду давать. Особое мнение. Блин, точно. Сто пудо. Фильм называется про будущее. Называется особое мнение. Эх, блин. Я его, кстати, тоже смотрел. Тоже смотрел. Кстати, фильм, конечно, говно. Юрь, я все-таки дам тебе номерок этого гея. Зачем? Потому что ты, Юра, пидар... Спонсор показу. Космолот онлайн. Субтитры сделал DimaTorzok